как слышно 11 здорово так 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 да ну мы сегодня начали принципе во время все у нас отличненько мы всегда пунктуальны так да вот смотрите да друзья сейчас нами люди в чате которые были уже на нашей конференциях они знают что такое символическое число до 11 поэтому сейчас я хочу обратиться к новичкам которые сегодня с нами впервые как видно как слышно если слышно пожалуйста давайте тоже только дать новички поставьте тоже до единички и единички хотелось бы увидеть да если с нами люди которые увидят сегодня информацию впервые даже три единички отлично зона тамара оскар все здорово да с нами люди есть это хорошо орки друзья ну что ж можно поздравить до всех нас началом регистрации в компании белос игру платинку им как и обещали нам ребята да о том что регистрации выдержат поток 100 тысяч регистрации за один день и как мы видим сегодня не пылиночки не витриночки то есть сайт держит наплыв просто знаете как держит удар крепко держит удар это реально круто это хорошо самом деле да если у нас социальная сеть то рассчитывается до что у нас будет огромное количество людей поэтому нам нужен да я такой супер мега классный стойкий сайт для чтобы его никто не мог пошатать хочется сразу же сказать огромное спасибо всем лидерам которые сегодня оперативно дали все свои ссылки до проинформировали всех своих партнеров по структуре что друзья начинает регистрация вчера данный вебинаре озвучивал дату и цифру в 15.00 по москве сегодня ровно до в 15.00 уже можно было работать и многие лидеры дал заранее в доме своих партнеров на всякий случай мало ли да кто-то не получил ссылку кто-то забыл кто-то там заобщался заработал со праздники были все такое поэтому друзья у нас реально классная команда да и вот можно сказать огромное спасибо всем тем кто заботится о своих людях заботиться своих партнеров да то есть это настоящие лидеры то есть это реально круто так людмила если у вас звука нет пожалуйста либо громкость поднимите либо колоночки подправьте должно быть все окей далее пишет что звук у нас хороший звук у нас отличный добренько хорошо друзья ну что же давайте познакомимся вы тут в чате уже успели перезнакомиться да я с вами не знаком меня зовут игорь я спикер и сегодня будем говорить с вами о пелс игру платинку им и самое главное да то есть это вопросы которые могут возникнуть сегодня да по сайту по регистрациям я постараюсь на них ответить полностью то есть то стараюсь сделать так чтобы никто не остался без ответа и пожалуйста если вот сейчас да я включу модерацию чата пожалуйста сейчас те кто будут писать вопросы не дублируйте их я до них дойду просто как работает модерация да вы задали вопрос они у меня все в очереди выстраиваются да я просто нажимаю галочку в чатах отправляем то есть если вы задаете этот же вопрос три четыре раза это просто сбивает и меня да и других людей поэтому не надо дождитесь ответа на ваш вопрос я в любом случае до него дойду ну и все да давайте все-таки начинать всех мы поздравляем думаю шампанское мы сейчас не будем открывать дома уже откроем его в мае потому что в данный момент у нас рода доступен только лишь один раздел сайта да это наша команда в принципе да вот как раз так это начинается наш регистрационная момент аркадий на ваш вопрос почему не скачется мобильное приложение потому что еще раз говорю сегодня да открыли только регистрацию приланч у нас до с 11 мая только тогда можно будет купить бизнес пакет официальное открытие компании аж осенью то есть друзья не надо лететь вперед паровоза сегодня на конференции я все расскажу постараюсь вам ответить на все популярные существующие вопросы и так но прежде чем хотелось бы начать до хотелось бы сказать одну такую вещь особенно это будет наверно полезно знать новичкам и принципе хотелось бы узнать ответ у новичков давайте вернемся с вами вернемся в 2008 год да когда мы не знаю кто то был одним человеком да сейчас же другой кто-то не поменялся кто-то наоборот у кого-то было хуже у кого-то было хуже но просто хотелось бы вернуться в 2008 год и спросить всех новичков мы вообще принципе всех людей которые присутствуют на сегодня в чате да там полторы сотни человек купили бы вы bitcoin или бы заинтересовались такой технологии как bitcoin 2008 году да вот можно сейчас писать там привет тезка всем привет так 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 нет 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 да на самом деле не на галина если бы знали что-то возможно то да ирина денис добрый день сейчас зовут игорь я спикер и сегодня дам интересную информацию для вас более подробно да не буду сейчас рассказывать про свои заслуги с кем я работал где контактовался и какой у него по данному самом деле у него под обширный причем нескольких есть о чем поговорить да да друзья вот ответы на вопросы нет по одной простой причине даже не то чтобы не купили эти биткойны вы не знали вы просто напросто физически не могли быть в том рынке в той нише которая позволяла людям его купить например все истории которые сейчас рассказывают о том что какой-то человек купил пиццу там за десять тысяч биткойнов какой-то студент купил квартиру потому что свое время вовремя купил так вот все эти люди которые купили свое время биткойн они были тесно связаны с очень маленькая группа людей это либо криптографии это либо программирование это либо высшая математика да и прочих математические специальности это студенты это гики это технари то есть будьте знаете фанаты своего дела и и простой человек неважно до водитель юрист психолог экономист адвокат он не знал про этот рынок не мог понять да физически что такое вообще бывает то есть мы не просто бы не купили эти биткойны мы бы даже не знали о том что они есть на данный момент до в 2008 году и только кто-то из нас уже начали покупать последние там пятилетку хотя крупные влагания на крупные вливания в данную отрасль начинали с 13 года рекордная сумма это андерсон хоровиц это венчурный фонд кто интересуется да то он понимает что данный венчурный фонд инвестирует в не только в эти сферу да но и во все возможные социальные на такие площадки в том числе skype когда он еще был skype а не в майкрософте а и это братья уинклос то есть те ребята которые судятся с марком сукербергом по поводу того кто из них же создал социальную сеть facebook то есть об этих вот интересных фамилиях об этих интересных личностях ну на самом деле можно почитать да то есть вот первые миллионы до там 25 миллионов долларов 11 12 миллионов долларов до bitcoin были инвестированы извне 2013 годах вот такая вот интересная ниша до который имел доступ только человек тесно связанные с той нише и вот как раз таки там переходим да вот я сейчас включаю слайдинг максимум да то есть у нас сегодня максимум возможностей а и вот хотелось бы перейти кто индустрии от которой сейчас все говорят да вот каждая бабушка каждый школьник не знаю а ведь скорее всего сейчас где-то как-то слышал такую вещь как bitcoin криптовалюта блокчейн потому что данное направление да уже популяризируется через т.в. ну какие-нибудь попытки там в японии в рф в украине в других странах там заинтересовались блокчейн технологиями заинтересовались тем то тем то есть принципе на слуху но никто не знает что это такое то есть как самолеты летают а крыльями не машут вот такое складывается сейчас из данной отраслью и вот компания пелси групп платим коэн да и будет система платим коэн я первоочередная задача стоит в популяризации в том чтобы каждый человек мог спокойно войти в этот рынок то есть да не так как это было ранее да вот из отсутствия технологии что очень маленькая комьюнити очень маленькая группа людей могла использовать благо этих технологий и принимать участие в инвестиционных моментах то есть сейчас до 80 процентов инвестиций это крупные фонды это всевозможные компании и как правило рядовому человеку до какой-нибудь узнать и либо же вложиться в какой-нибудь краудсайл либо другой ресурс ну просто нет физические возможности нет денег и это все одно буква вернее одно слово до ключевые слова нет и под ней технологии мы понимаем о том что технологии недоступны недоступны почему потому что мало кто из вас и я тоже в том числе нам могу сейчас собрать именно компьютер который будет майнить мою криптовалюту на которые хочу либо же bitcoin мало людей знают что такое всевозможные дистрибутивы линукса мало людей смогут проинсталлировать данные по на свои компьютеры на свои ноутбуки мало людей могут скачать полноценный кошелек до горячий либо холодный то есть прокачать весь код блокчейна да там это огромное количество гигабайт и потом уже до скачать к себе на кошелек те биткоины либо же текун и которые у него имеются это все глобальное отсутствие технологии то есть все что мы сейчас можем это пользоваться но как правило да это пользуемся всевозможными онлайн сервисами да по биткоину ну и по другим криптовалютам биржи и отсутствие самый главный фактор да то что деньги у нас находится не у нас на кошельке не у нас на компьютере а где-то там за границей за бугром за океаном на каком-то серваке дан с которым мы просто-напросто имеем доступ и можем смотреть что же у нас там находится а потом у нас выскакивают там биржу опустили там с биржи сняли там с блокчейн попасть то есть это вот одна до ключевая момент ключевая фраза ключевое слово нет первое не технологии вторая да нет пунктов сбыта данных коинов потому что сейчас первое место где это было это майнинг само собой второе место где добывают и продают это бирже опять-таки ну не каждый сможет зайти до того чтобы купить там ту или иную валюту надо провести целую серию операции до в первую очередь надо картами каким-то образом купить bitcoin то то есть родоначальницу всех ретовалют потом надо завести кошелек там потом надо пополнить его там потом надо перевести в общем это целое знаете как говорится не просто так это делается понятно дело что сейчас многие люди воспринимают эту информацию как но как все скупается да то есть без проблем но для большинства людей это на самом деле проблема и отсутствие коина до пунктов сбыта то есть вы сейчас в редких случаях можете купить какие-нибудь товары услуги за биткоины либо же за другие криптовалюты как правило да это маленький процент и очень ограниченная серия товаров то есть нельзя просто прийти в магазин либо за хлебушком либо там купить корм собачки рассчитаться до биткоином и пойти домой да со своей плюшкой со своим товаром это тоже одна из глобальных проблем да одно из ключевых слов нет третье нет комьюнити то есть то о чем я говорил да у нас сейчас сложилась такая ситуация что очень много людей вроде бы как пытаются постичь понять до данную сферу в данную технологию данный рынок данную отрасль да в этом феномене хотя принять участие но их настолько мало опять таки из всех предыдущих да вот этих двух нет мы получаем что комьюнити группа людей которые в этом разбираются и практически нет сравните простой элементарные такие вещи да как социальные сети если раньше социальные сети коммуницировали там опять таки студентами со школьниками с детьми до которые принципе прогрессивнее чем старшее поколение такой сейчас социальных сетях можно найти не только до детей школьников студентов но людей абсолютно разного возраста от 3 лет до 90 до 100 лет то и все ими уже пользуется комьюнити социальных сетей растет про телевидение вообще молчу здесь к касание абсолютно да с каждым в нашем же до сфере в рынке криптовалют рынке bitcoin блокчейн технологии комьюнити очень маленькая да можно сказать что его ищи его и нет на она отсутствует поэтому это еще одно ключевое слово нет четвертое нет активов в данный момент на рынке около трех тысяч крипто монет да давайте сейчас вот так сделать их три тысячи ну простите за мой к б почеке не художник но три тысячи и более криптовалют крипто коинов и как правило каждый этот крипто коина ровит дать сдачу либо же найти дать нокаут апперкот биткоину или другой какой-нибудь это валюте которая торгуется лучше него то есть они конкурируют и под ними нет да как говорится что-то более чем идея то есть как правило да вот все существующие криптовалют и они ничем не обеспечены то есть это просто как он не знаете энтузиазм фанатизм она энтузиазме как говорится далеко не уедешь и да это тоже одна из ключевых проблем данной отрасли нет банковская независимость и как следствие все это нелегально то есть да уже буквально год назад до в российской федерации принимали выздать закон о том что обмен биткоина на рубли является уголовно наказуемым то есть вы представляете да себя какой легальности можете речь о какой банковской независимости если человек мог просто-напросто сесть за то что интересовался прогрессивными технологиями прогрессивными идеями сейчас конечно же сейчас конечно же ситуация меняется в лучшую сторону и руководители компании и оси групп эйджи до встречались 13 апреля на заседании депутатской группы под отчет президенту российской федерации от формирования нового законопроекта который будет регулировать как раз таки понятия как криптовалюты и регулировать деятельность криптовалютных бирж то есть вот то что так сейчас компания работает абсолютно легально но она еще и сотрудничает на бывшем государственном уровне до для того чтобы не только популяризировать да но и все это в принципе сделать абсолютно легальным чтобы каждый человек мог не думать какую операционную систему ему поставить там убунту мугунту и до другие там дистрибутиву линукса нет а просто то дома без никаких особых навыков использовать криптовалюту легально рассчитываться везде где хочет да и быть независимым то есть вот это как раз а идея которая пронизывает да всю инновационную криптосистему платинку и как мы видим на данном слайде да здесь я показал квадрат стабильности что такое квадрат стабильности это наш фундамент что подразумевает под фундаментом краудфандинга платформа это бизнес маркет-площадка технологии блокчейн и социальная сеть все это связано до одной криптосистемой платинкой не вот сейчас друзья мы сами уже будем подробно говорить о всех тех решениях которые есть в компании PLC group платинкой криптосистемы этой прорывной технологии огромная комьюнити реальные активы глобальная сбыток банковская независимость и легальность да то есть вот сейчас мы просто переходим к это оглавление да можно назвать его оглавлением и теперь мы переходим к по пунктам так каждому из этих вот оглавлений так прорывные технологии ну да поскольку мы с вами говорим о технологиях блокчейн о технологиях криптовалют то здесь одним из интересных факторов является наличие гибридного блокчейна это технологии proof of work и технологии proof of stake когда у нас по технологии proof of work используются мощности компьютеры то есть это как раз таки до следствия того что большинство да сейчас открывают китае космические фермы имеют космические в кавычках по объему поскольку они потребляют огромное количество электроэнергии занимают огромный площадь а требует колоссального охлаждения да то есть эта технология которая затрачивает мощность компьютера поэтому отсюда до идет сбор вот таких вот туда в пачку видеокарт процессорами технология proof of stake она зарабатывает деньги путем чеканки монета то есть ее грубо говоря уже майнингом назвать нельзя то есть да мы принципе просто народе называем это сломаник но по факту это ментинг когда происходит начисление вознаграждения к человеку на его кошелек только если он участвует в общей сети то есть у него есть деньги на своем кошельке то есть переводе с английского proof of work доказательство работы кругов стоит доказательство доли если у человека есть наличие до своих коинов на кошельке он в любом случае принимать в стекинге и по технологии по с полгаритму он зарабатывает 10 процентов к того их до увеличивает свой капитал количественно то есть каждый партнер компании независимо от того да то есть на этот паркет он заходит он любом случае составляет в стекинге технологии поздно у него кошелек работает и 10 процентов годовых он увеличивает свой капитал на количественно второй момент и отец и первого лет кошелек который на сегодняшний день дает абсолютно безопасность вот данная технология она как раз таки и имеет сейчас патент то есть то что запатентовано то что избавляет нас от паранойи параноик моду за название этой патентов на технологии не просто так вот смотрите да я уже говорил вам о том что биткоин кошелек да ну мы будем говорить про биткоин да когда начальник всех валют вот сервисы хранения биткоина наши кошельки онлайн у которых моему который есть великое множество до этих кошельков и все показывают скрины до с этих кошельков а это кошелек который находится не у вас этот кошелек который находится где-то там за океаном где-то там подключены на какой-то сервер и в случае чего а мы знаем да что такие сервисы они как правило любят обновляться они любят проводить технические работы они любят еще что-то внедрять и у многих людей ну ладно там 12 пол битка это ничего страшного до 1 2 потерпим ничего а если у вас там 10 тысяч биткоинов это уже солидная сумма при заходе на сайт у вас начнется паранойя все в любом случае независимо от того какая надпись там технические работы бежи обновления кабинета либо еще что-то у у нас начнется паранойя смогу ли вернуть не смогу ли вернуть то есть дам так вот чтобы у нас не включалась паранойя как раз таки есть параноик мод это патент на наше стекли защищенные кошельки еще один момент да это супер тонкий кошелек супер с инвалид облегченный кошелек с локальным хранением ключа важно да то что ключ хранится у каждого человека на его девайсе а то есть он уже обезопасен что кто-то с извне да там на каком-то ресурсе не сможет его грубо говоря опустить и благодаря тому что он легкий тут уже идет речь не о десятках не сотня гигабайтов блокчейн транзакции информации это уже идет гораздо меньше объем до речь порядка нескольких мегабайт это реально здорово децентрализованная биржа тоже одна из интересных технологий до которой есть компании делать игру интерес в этой бирже в том что она опять-таки работает без какого-то центрального сервера то есть да у нас сейчас мы понимаем то есть бирже всевозможные мы заходим на сайт данной бирже кто-то умеет кто-то не умеет кто-то сейчас поймет очень не говорю кто-то нет ну в любом случае рассказать об этом стоит как работает стандартная биржа ну завели кошелек выставляем свою цену до меняем там какую-то валюту на такую-то валюту все обработка проходит и сервер данной компании до данной бирже нам выплачивая деньги на наш кошелек который мы указали вот децентрализованной бирже не будет третьего лица на не будет третьего сервера который будет обрабатывать заявки да все это будет формироваться в облаке то есть абсолютно неизвестные люди могут делать свои сделки могут от меня в обмениваться валютой либо же заключить какие-нибудь другие операции для них формируется отдельный кошелек который выступает арбитром да и как только на кошелек поступает деньги с одной и со второй стороны только тогда данный кошелек сверяет стоим информации которая была заявлена в заявка до этих обоих людей и расходит до грубо говоря обеспечиваем обмен то есть все это без какого-то централизованного органа до децентрализованного а сервера то есть опять таки это здорово и причем данная централизованная биржа да помимо того что компания пелс игрок и и разрабатывает другие компании тоже до пытаются сделать подобные вещи опять таки это показывает актуальность данного продукта актуальность данного сервиса то есть если люди идут в току со временем то в любом случае эти идеи могут быть не у одной компании и это хорошо когда помимо этой компании да другие люди делают подобные вещи это значит что это актуально и мы находимся реально в нужном месте да поскольку не выдумали велосипед а делаем по-настоящему классные грамотные вещи пилосы секью бокс устройство которое облегчает вам жизнь просто делает вам хорошо почему потому что по технологии группу стоит по технологии пруфу ворк ваш компьютер обязан быть сети обязан быть в розетку включенной обязан грубо говоря да участвовать в получении там далее либо же майнинге так вот пруфу ой пилосы секир бокс это устройство которое облегчает вам жизнь тем самым что она берет удар на себя ударного 5-ти в кавычках то есть это устройство на которое закачивается до кошелек подключается это устройство в сеть и это устройство до занимается майнингом она всегда в сети потребляет она копеечные деньги да то есть там как смартфон можете сравнить но вы тем самым используйте компьютер по своему назначению включили выключили можете уехать можете приехать то есть это реально классный девайс до который будет доступен уже этим летом нашим партнерам до которые будут работать компания пилос игру они смогут оценить качество данного изобретения данного девайса и обезопасить тем самым себя и не свой компьютер это здорово и одно из последних разработок это оффлайн вуалет взаиморасчеты коинами без подключения к интернет здесь важно отметить то что без подключения к интернет естественно да ни одна транзакция не пройдет но сам принцип формирование транзакций происходит в режиме оффлайн то есть покупатель продавец до обмениваются транзакциями и потом когда уже у кого-то из них у одного из кого-то у одного вы появляется доступ сеть информация об этой транзакции об этой операции прописывается в блокчейне в общем блокчейне и тем самым да с ней уже ничего не сделать да то что было то что получение остается влучшение как было вегасе до отца вегасе то есть вот такие вот базовые элементы прорывных технологий есть да сейчас компании пилос игру поставим галочку на прорывных технологий двигаемся дальше следующее слайд показывает нам социальную сеть здесь долго не буду останавливаться потому что задача социальной сети это в первую очередь расширить комьюнити и дать определенные возможности определенным партнером да в принципе каждый кто мог кто пожелает основным отличием от социальных сетей других до наличия до 100 тысяч друзей бизнес аккаунты и эффективное продвижение своей компании размещение рекламы с помощью это по инстуруйте вот этот порт дата неотъемлемая часть каждого бизнес-пакета доставим здесь вас спросительный знак вернее вас царь и плата за активность то есть то что а как бы хотелось бы видеть везде да то есть мы поставили лайки поставили репосты комментируем да и нам на это начисляется определенное вознаграждение так вот благодаря вот этим вот элементом да и полностью отсутствие спама наша площадка генерирует огромный колоссальный трафик тем самым до привлекая на свою площадку настоящих добротных рекламодателей ни для кого не секрет что сейчас youtube отказался вернее просел более чем на 1 миллиард долларов почему потому что такие корпорации как тесла макдональдс старбакс фольксваген вместе с ними ауди бентли очень огромная кресть автомобиля до отказались от рекламы на ю тубе потому что youtube вернее те это эти бренды посчитали просто недоступны не то чтобы они достойны чтобы их реклама транслировать на определенного рода контенте в нашем случае да благодаря отсутствию спама и качественному отбору товара да и производители рекламодателей открывает дорогу для нормального настоящего рекламодателя вот круто рекламировать наверное да то же самое фольксваген или макдональдс то есть пристали да какие-то деньги и вот здесь да у нас есть все шансы для того чтобы это все сделать то есть каждый из вас может продавать свои пункты для на размещение стороннего рекламодателя делать такую внутреннюю биржу формировать собственный рынок внутри уже существующего рынка до становиться рекламным агентом то есть это абсолютно новое формирование абсолютно новый рынок внутри уже социальной сети да то есть как сейчас произошло в принципе с другими популярными сетями да то есть никто об этом и не планировал но здесь это все реально и это опять-таки комьюнити да которая будет объединять людей не только по интересам данный принципе еще и по бизнес-контактам здорово двигаемся дальше следующий слайд бизнес то что сейчас важно понимать да это наличие реальных активов компании да вот сразу же можно про галочку рассказать то что компания инвестирует огромное количество денег да вот реальные активы а именно в драгоценные металлы почему драгоценные металлы потому что данный актив всегда оставался знаете как менее подверженным риску и менее волатильным он не особо волатилен поэтому он привлекая на украине таки надежных инвесторов да то есть которые заботятся на долгую долгую перспективу еще важный момент она помимо того что есть реальные активы компания развивается как краудфандинговая платформа то есть на площадке бизнес люди смогут отбирать проекты которые отобраны уже аналитиками компании чтобы не было знаете как не было траты денег траты времени траты усилий на поддержание другого мусора определенного определенных проектов которые не будут нормальными которые не будут которые заранее до провальны то все знают как работа коротка нигде площадке люди формирают свои проекты голосуют рублем да я не веду таким и словом то есть голосуют рублем в плане том что поддерживают данный проект и собирают деньги и потом уже разделяют прибыль с этого проекта так вот данная площадка друзья опять-таки повторяюсь да она не на день не на два то есть как только мы понимаем что проект финансировать какой-то проект это не день не два до это месяца то есть понимаете да какая серьезная работа до идет внутри компании и какие инвестиции будут в этой на этой площадке поскольку поскольку мы с вами можем и не знать до всевозможных блокчейн стартапах а всевозможных других предложениях и это в первую очередь да опять таки нас связывает самой компании потому что мы участвуем в оценке этих проектов благодаря тому что каждый партнер имеет своем портфеле ой в пакете определенное количество голосов которые расходуются да на бизнес площадке мы и показываем да уже инвестору стороннему инвестору о том что смотрите здесь у нас проголосовали рублем проголосовали до 100 тысяч человек 1 миллион человек инвестор видит реально классная тема если за него люди готовы если люди его поддерживают он может просчитать прибыль он может посчитать знать ожидаемое вознаграждение и эти компании которые могут быть профинансированы до нашей площадкой пелси бизнес они потом могут либо же разделить часть прибыли до с нами с компанией тем самым повышая ее стоимость или же войти в бизнес-портфолио нашей с вами компании пелси групп это одна из площадок до пелси бизнес мы уже показали вам до рассказали про социальную сеть про краудфандинговую площадку сейчас переходим к маркету то есть третья часть нашего фундамента нашего квадрата стабильности это пелси маркет онлайн магазин внутри как эта система платинкой чем интересно неограниченное число продавцов плюс возможность покупать за платинкой и глобальный рынок сбыта и да вот здесь еще не хватит одного пункта это полное отсутствие ерунды такой как найти там ставки на спорт съешь таблетку вырасти там еще что-то съешь таблетку увеличена два размера то есть такой ерунды здесь не будет то есть то чего нам и не нужно да сейчас какой сайт не зайдешь там этой рекламы просто черт сломит ногу и она не нужна эта реклама уже знаете как говорится просто из последних сил себя выживает и здесь такой рекламы не будет здесь опять таки только качественные продавцы только реклама только а производители да и причем благодаря тому что можно покупать и продавать за платинкой вы ни в коем случае не будьте переживать что я покупаю за рубли там где ходят доллары или покупала за доллары там где ходят н.г. нет здесь вот чистые найти как глобальный рынок сбыта то есть и он легальный рынок сбыта почему легальный потому что ну вы не можете купить за доллары там где ходят рублей или за рубли там где ходят доллары Это реально не серьезно, это реально не есть хорошо. Это PLC Market, еще один часть фундамента компании PLC Group. Переходим к следующему, платежный институт. Это банковская независимость, это реально на самом деле классная штука. Почему? Потому что, друзья, хотелось бы вам выводить и вводить валюту различными способами. Я думаю, что хотелось бы. Акобрейдинговые карты иметь личные, причем пополнять их как коинами, так и любой наличкой любой страны. И иметь собственный банк-счет. То есть тот человек, который связан с банковской системой, понимает всю серьезность данных слов, всю серьезность данной ситуации. Наличие лицензии позволяет работать с банками, PSP-клиентами и уже подключать инквайринг. При этом все это работает с PLC Market и пронизано самим платинкоином. Опять-таки, как внешние партнеры, как внутренние клиенты, так и внешние партнеры. То есть так должна работать настоящая компания, так должен работать бизнес. И вот так работает компания PLC Group. В данный момент мы знаем, что у нас, грубо говоря, начинается этап преланча. Открытие компании запланировано на осень этого года. Друзья, не ждите сразу, что у вас будут тут все плюшки, все навороты. Нет, друзья, мы с вами, грубо говоря, на закрытой конференции, мы на Женевском автосалоне, да, смотрим концепт компании, которая там через год выпустит свой продукт. То есть, друзья, мы уже сейчас, да, можем готовиться, строить свою команду, знакомить, да, своих партнеров, друзей и близких, да, с этой возможности, которая сейчас выходит на рынок. И сейчас, да, мы уже можем перейти к последней стадии нашего фундамента, это PLC Академия. Да, давайте я еще раз продублирую первый слайд. Четыре составляющих. Четыре составляющих. И PLC Академия – это вот, да, вот технологии блокчейна, сейчас мы поймем. Что же такое PLC Академия? Это онлайн-платформа с обучающим материалом. То есть это одна из составляющих каждого бизнес-пакета. Авторские курсы с официальным контентом от профессионалов-практиков, видеоуроки по актуальным темам, блокчейн, нетворк-маркетинг, диджитал-маркетинг и эффективные коммуникации. То, что нужно, чтобы быть профессионалом в бизнесе, да, и в этой технологии, и в этом, и в этом. Вот новичкам будет интересно посмотреть на данный слайд. Я его всем показываю и всегда говорю правду, как есть. Смотрите, друзья, данный скрин, я просто, знаете, чисто случайно, перед каждой презентацией, перед каждым вебинаром, хотелось бы что-то интересное, да, своим слушателям рассказать, партнерам, лидерам, да, коллегам. И вот этот пример, аналог, да, просто увидел в социальной сети вот такое вот объявление о том, что какой-то человек зовет других людей на криптовалюту. Окей, хорошо, модно, сейчас тренд, криптовалюта, это здорово. Новая аналог биткоин. Тут мы с вами вспоминаем, что таких новых аналогов 3000 штук. Здорово, ну, пускай будет 3001, окей. Она надежная, имеет свой блокчейн. И тут у меня, знаете, закрадывается немножечко такое сомнение, а профессионал это человек или нет? Почему? Потому что технологий блокчейн не существует. Есть технология блокчейна. И этот человек, да, сразу же, я понимаю, что он не профессионал. Я понимаю, что он слышит звон, но не знает, где он. Сейчас каждый второй, да, предлагает какую-то крипту. Эта крипта под собой ничего не имеет. У него есть на плечах маркетинг, он с языком на шее молит, зовет, да, но не знает, куда он зовет. Как вы думаете, вот, я могу сказать, да, я не буду сейчас спрашивать, открывать чат, потому что, да, мы с вами адекватные люди и понимаем, что с таким человеком денег не заработать. Этот человек не профессионал. И его спонсор не профессионал. Да и походу самой компании плевать, да, на то, какие партнеры у него работают, если вот такая ерунда у него творится, да, если каждый партнер не знает, к чем он связан, не знает, к чем он работает. Он услышал слово криптовалюта, ура, 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 как у собаки Павлова, лампочка загорелась. Он не понимает, где он, это его уже не интересует. Вот такие вот профессионалы, да, нам не нужны. Я думаю, что вам тоже не хотелось бы быть одним из таких профессионалов. И что, если есть возможность обучиться технологии блокчейн, и не только технологии блокчейн, да, но и бизнес в целом, да, то есть потому что нетворк-маркетинг, диджитал-маркетинг и коммуникации – это то, что нужно для эффективного развития как лидера, как бизнесмена, как предпринимателя. То есть это то, что на самом деле нужно. И тут, знаете, как говорится, самый классный момент, да, легальности. И вот как раз-таки, да, вот благодаря этой академии можно смело сказать, что мы не продаем коины. Мы продаем обучение и технологические решения. Обучение я поставил в самый конец, а технологические решения, да, мы уже видели то, что есть в компании, да, то, что стоит за словом PLC Group. То есть, друзья, сейчас, да, понятное дело, что сравнивать PLC Group с какой-либо криптовалютой, ну, просто-напросто немножечко неверно. Какие действия идут по увеличению капитализации? Тут главное понимать, да, что без, на простой идеи, на простом энтузиазме далеко не уедешь. Поэтому PLC Group предпринимает все усилия для того, чтобы посредством ресурсов, активов, доходов с нетворка, с бизнеса, с академии, да, то есть с нашего фундамента, с командой всех активностей, развивать и популяризировать коин, PLC. И тут мы подходим уже к небольшому, более конкретному, да, понятию, как происходит монетизация. Ну, в первую очередь, продажи бизнес-пакетов. То есть, то, что наполняет саму компанию, то, что наполняет саму криптосистему. Что входит в бизнес-пакет? Academy Points, да, наше знание, PLC, как ни после, да, наша криптосистема, крипто валюта PLC, PlatinCoin, лайки, да, которые используются на площадке бизнес для отбора наших перспективных проектов. И AdPoints, рекламные баллы, которые, рекламные поинты, которые исходуются на социальной сети. Это первый, да, момент, только лишь первый момент монетизации компании. Доходы от социальной сети, естественно, доходы от краудфандинговой площадки, естественно, доходы от маркета, это сумасшедшие суммы транзакций, это сумасшедшие проценты сделок. Ну и плюс, добавьте сюда рекламу и наличие, как таких, да, бизнес-аккаунтов, бизнес-страниц. То есть плюс реальные активы, все это, да, ведет к монетизации нашей с вами компании. И вот, да, сейчас можно уже подвести итог, а потом мы пока посмотрим полностью ценную бизнес-модель. То есть что же такое PlatinCoin? Это внутренняя расчетная единица в глобальной криптосистеме, которая включается в квадрат стабильности, это фундамент данной компании. Блокчейн, бизнес, социальная сеть, ритейл-маркет, да, все это, да, мы видим на данном слайде, что входит, и мы уже прошлись, да, с вами по этим вот слайдам, по этим вот концепциям, по этим вот разработкам, мы уже с вами с ними знакомы. Ничего сверхъестественного, никаких полетов в космос, никаких, там, знаете, изобретаний велосипедов, и никаких конкурентов, и никаких, знаете, конкурентных идей в плане, там, победить биткоин, захватить мир, перевернуть финансовую систему. Нет, просто популяризировать, обучить и дать людям то, как это должно работать. Вот такая вот простая идея компании PLC Group. И тут мы будем смотреть с вами мультик. Мы с вами очень серьезные люди, и очень серьезным людям иногда надо, знаете, чуточку, как говорится, чуточку, ну, не знаю, что ли, чуть-чуть улыбнуться и посмотреть мультик. Что же такое мультик, да? Вот фундамент, бизнес, социальная сеть, академия, маркет-площадка, наполняется все платинкоином, окружается все институтом, да, платежным. Накрывается сверху портфолио, и что мы видим, да, вот у нас шапка, да, что мы видим на крыше? Мы видим как раз-таки то, что является, да, что повышает курс самого PLC, да, то, что повышает курс платинкоина. Уберите портфолио, институт, фундамент, да, вот это все выкиньте, вот просто, да, вот мы сейчас возьмем, ну, так вот, да, очертите, и вы получите 3000, не знаю, 3000, там, не знаю, третий, четвертый очередной коин, у которого кроме как амбиций, энтузиастов больше нет ничего. То есть, поэтому я еще раз говорю, да, друзья, сравнивать компанию PLC Group с подобными, даже не то чтобы подобными, а с простой как-то валютой, ну, корни неверно. Да, вот мультик посмотрели, можно вернуться к нашим слайдам, и теперь, как мы уже знаем, да, наполнение нашей компании, теперь можем поговорить о том, какие же планы в компании. Вот сейчас, да, компания видит такие цифры, как 1 миллион платных аккаунтов за 3 года, при средней инвестиционной сумме одного аккаунта 250 евро. Видя, какие происходят регистрации, какой ажиотаж происходит на старте, только лишь открытие регистрации, да, как бы можно судить о том, что, друзья мои, данные сроки, как бы, вполне достижимы и ранее. И опять-таки, да, это планируемые, как бы, сроки, то есть, тут мы понимаем суть бизнеса, в бизнесе никто не дает никаких гарантий, и мы должны это понимать. Но мы сейчас уже можем сделать, знаете, для себя определенную там пометочку, там, да, небольшую такую галочку, что данные планы реализуемы, и они реализуемы, как говорится, в более короткий срок. Но компания не меняет своих планов, да, на тот период, да, потому что данная презентация готовилась полгода назад, но, не менее, компания не корректирует, а говорит, как есть. То есть, как было полгода назад, так оно и есть и сейчас. Планируемая маржинальность. То, что интересует, в первую очередь, людей, которые заинтересованы в, знаете, как говорится, быть на волне, быть на коне, да, быть и ориентироваться в данной отрасли, они ищут возможности, и вот, как раз-таки, они оценивают свою возможность в финансовом плане. Начальный курс PlatinCoin, который будет составляющей частью бизнес-пакетов, да, он, как бы, один из, одна из составляющих бизнес-пакетов. Десять центов. Сначала продаж 11 мая 2017 года. Прогнозируемый курс на конец года 1 евро. И на конец 2018 года 10 евро за один PlatinCoin. То есть, это планируемая маржинальность. Сейчас, да, можно открывать калькулятор, просто для себя прикинуть, да, и понять, что на самом деле интересные цифры это получаются. И, друзья, эти планы, да, это всего лишь план. Говорить, что, друзья, вот сейчас у нас до конца года будет курс 1 евро, ну, в корне нельзя. Он может быть даже и 10 евро. Но это, опять-таки, это не догма. Это не график, да, это бизнес. А в бизнесе, да, мы должны понимать рынок, конъюнктуру рынка. И это просто, знаете, планируемая маржинальность. Если вам кто-то убеждает в том, что, друзья, у меня есть классная инсайд-информация, вас пытаются, знаете, как говорится, провести на одном месте. Вас пытаются обмануть. Мы же ни в коем случае никого обманывать не будем. Переходим к стоимости бизнес-пакетов. 5, 50, 250, 500, 1000, 5000 и 10 тысяч евро. На старте пакета 10 тысяч евро не будет, да, я его сейчас вот так вот челк, таким вот перечеркнул. Их всего 7, поэтому здесь каждый для себя найдет как по своим возможностям. То есть, да, здесь могут работать люди как с хорошими финансами, да, так и с тех, кто хотят их только поправить. То есть, да, компания будет возможность работать абсолютно каждому. Что интересно, да, вот как раз-таки бизнес-пакеты у нас для чего? Да, да, они в первую очередь нужны для того, чтобы популяризировать и увеличить капитализацию самой компании за счет маркетинг-программы. Маркетинг, нетворк-маркетинг состоит из нескольких частей. Первое – звездный статус, когда нам нужно зарабатывать звезды, чтобы стать лидерами, чтобы открыть глубину. Именно наличие звезд как раз-таки и открывает нам уровни по партнерской программе. И вторая часть нетворк-маркетинга – это ранвый бонус, когда мы можем заработать до 1 миллиона евро за достижение определенного ранга. То есть, данные премии выплачиваются единоразово, да, то есть раз в жизни, и их всего 10. От 100 евро до 1 миллиона евро. Теперь давайте поговорим более подробно про непосредственную маркетинг-часть, да, посмотрим на таблицу комиссионных, то есть реферального вознаграждения. И тут сразу же, да, хотелось бы сказать, что любой пакет, независимо от того, какая сумма, 5, либо 5 тысяч, там, 100, 50, либо, там, 500 евро, открывает только лишь первый уровень. То есть здесь политика, знаете, как равный с равным. Здесь политика нет такого, да, что человек зашел на максимальный пакет, плюет в потолок и деньги капают. Нет, для того, чтобы открыть все уровни, нужно реально постараться. Ну, представьте, да, себе, что 5, 50, 250, 500, 1000, 5000, 10 тысяч. То есть вот, да, максимальное число звездочек 5, да, и у нас 7 пакетов, то есть каждый, соответственно, открывает нам какие-то уровни. Так вот, друзья. Для того, чтобы открыть уровни, купить пакеты нам недостаточно. Что нужно сделать для того, чтобы открыть, давайте поговорим про второй уровень, потому что, ну, для первого уровня у нас нет никаких условий. Любой пакет открывает нам Dark Bonus, да, наш первый уровень, и все, никаких условий больше не требуется. Для того, чтобы мы открыли, да, второй уровень, да, давайте вот такой чик. Мы открыли второй уровень. Нам нужно что сделать? Суммарная инвестиция в 50 евро. Нам нужно личных активных партнеров 3 человека минимум. Их может быть у вас в структуре 150. Главное, чтобы 3 из них сделали покупку бизнес-пакетов на сумму 250 евро. Только лишь первой линии. Тут, опять-таки, могут быть, да, как цифры 5, 5, 250. То есть тут не важно. То есть все это накопительно, все это суммируемо. Так вот, как только выполнены данные условия, да, вот что мы у нас выполним, да, личные партнеры выполнили, суммарные покупки первой линии выполнены, и свою инвестицию мы выполнили, все, для нас открывается. Второй уровень. И теперь мы зарабатываем 4% с второй линии, да, то есть партнеров, наших партнеров. Для того, чтобы открыть нам третий уровень, да, давайте поменяем цвет, да, вот теперь мы поговорим о третьем уровне. Нам нужно выполнить следующее условие. Инвестиция личная, да, уже в 250 евро. То есть это все можно накопительно, да, то есть не надо сразу. Можно хоть по 5, да, много раз. Можно 5 раз по 50. Дальше, какие условия нам надо выполнить? 4 активных партнера в первой линии. Здорово, сделали. Суммарные покупки вот этих вот, да, 4 партнеров на 500 евро. Здорово, сделали. И с оставшихся уровней, да, поскольку у нас теперь есть еще и второй уровень, в структуре должны быть у нас такие цифры, как 1 000 евро. Как только данные условия будут выполнены на 100%, то есть если хоть один из этих пунктов не будет выполнен, мы будем всего лишь, да, зарабатывать, как имея вот в предыдущей шкале, да, по предыдущей шкале. То есть у нас будет только лишь второй уровень. Как только выполним все эти условия, у нас открывается сразу же третий уровень и так далее, друзья. То есть для того, чтобы открыть все, всю глубину, да, нам нужно выполнить условия, которые стоят, да, у нас на самых, так говорится, да, на самой глубине. То есть 100 000 в структуре максимально, да, 10 000 иметь в первой линии, 10 активных партнеров в первой линии и суммарная инвестиция в 10 000 евро. То есть до этого момента, да, мы будем зарабатывать либо же по предыдущим шкалам, либо же по предыдущим рангам. То есть тут главное понимать, что все условия должны быть выполнены на 100%. Надеюсь, здесь, да, больше останавливаться мы не будем. И перейдем к рангам, которые зарабатывают, вернее, да, к ранговому бонусу. То есть то, что позволяет зарабатывать в единоразово премию в размере, да, до 1 миллиона евро. Как мы видим, учитывается у нас только лишь первая линия. То есть это на самом деле важно понимать, что вы, это вы как лидер. И у вас есть только ваши партнеры, ваша первая линия, это непосредственно ваши люди. Все, что остальное, все, что ниже, это уже партнеры ваших людей, это уже не ваша структура, да, грубо говоря. То есть это, грубо говоря, люди ваших людей. Так вот, первый ранг, Jade, не Free. Для того, чтобы его зарабатывать, нужно сделать оборот структуры в 1 000 евро. Никаких дополнительных условий и никакого рангового бонуса в этом случае нам не полагается. Но второй ранг, Pearl, мы можем достичь при наличии одного ранга с партнера, да, с рангом Jade и оборота структуры в 5 000 евро. Тогда наш ранговый бонус составит 100 евро ровно. Плюс. Теперь, да, давайте сразу перескочим, да, какие у нас есть суммы, да. 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000. Вот здесь вот хотелось бы сказать, друзья, вы работаете, да, или планируете работать в компании серьезная. Это серьезный настоящий бизнес. Это не баловство, да. И поэтому вот цифры, которые находятся вот здесь внизу, они реально, знаете, некоторые люди шокируют. Как это так заработать 1 000 000? Как же так? Я пришла зарабатывать там или пришел, или пришла зарабатывать 100 евро. Если вы планируете зарабатывать 100 евро, друзья, выше этих сумм вам вряд ли, да, не удастся отпрыгнуть. То есть, может быть, там, 200, 500 вы еще сможете, да, но дальше уже путь закрыт. Разрешите себе зарабатывать деньги. Я не просто так включаю вам интересные ролики перед презентацией, чтобы, знаете, как говорится, просто сотрясти воздух. Нет, все слова, которые там произносятся, они, в принципе, реальны. Они, в принципе, знаете, как говорится, ну, правдивые, да, и при этом они ничего нового вам не несут. Как только вы разрешите себе заработать 100, увереннее, 1 000 000 евро, вот только тогда вы сможете его заработать. И важным моментом является то, что для того, чтобы заработать 1 000 000 евро, нужно всего лишь иметь в своей структуре 20 человек в статусе даймонд. То есть, да, не от предыдущего ранга, а, грубо говоря, золотой серединки. То есть, чтобы достичь ранга, да, даймонд, нужно сделать образ структуры в 100 000 евро. Вам нужно таких 20 человек. То есть, никаких там десяток тысяч первых линий, как сейчас модно, да, там некоторые люди делают, закупают бешеными объемами трафик, гонят первую линию, там 10 регистраций, 10 000 регистраций, из них 2-3-4 оплаты. Соответственно, такая стратегия здесь не особо как бы подходит. То есть, достаточно иметь 20 активных партнеров, помогать им развиваться, и 1 000 000 евро, да, непосредственно ваш. Это всего лишь один ранговый бонус. Реферальные вознаграждения мы можем видеть, особенность такую, что они увеличиваются у нас до 5 уровня, да, растет процент, 4, 5, 6, 7. И всего у нас в глубину уходит, да, 38%. Это реально дофига, друзья. Простите за мой французский, да, но это реально много. Это можно зарабатывать хорошие деньги, при этом еще и монетизируя, увеличивая курс, да, платин коина, увеличивать капитализацию самой компании. Развиваешься сам, и при этом, да, компания растет, и при этом хорошо не только тебе, как тебе партнеру, но и абсолютно каждому партнеру, да, кто является партнером компании платин, в IPLC групп платин коин. Вот такие вот возможности, да. Важно знать, что есть еще один бонус, бонус быстрого старта, который работает, единственный бонус, который работает 30 дней, да, с момента регистрации. И в чем он выражается? Это для по 10% от суммы от 5000 евро. Если в период, ну да, 30 дней партнер сделает оборот своей структуры в размере от 5000 евро, то он получает максимально от 500 евро, да, до 1000. Почему 1000? Потому что это лимит. Если будет оборот структуры в 10000, то 1010% мы зарабатываем. 15% все равно в 1000 мы зарабатываем. Это единственный бонус, который работает на время. Все остальные бонусы у нас работают без ограничения времени. Год, два, три, пять, десять. Кто как, знаете, кто на что рассчитывает, кто как работает, соответственно, тот так и зарабатывает. Все доходы по партнерской программе делятся в пропорции 70 на 30. 70 кэш-баланс – это деньги, доступные к выводу сразу же, да, их можно выводить, менять, покупать, что угодно делать. И трейдинг-баланс, то есть те деньги, которые идут на покупку новых пакетов. В чем интерес, да, вот этих вот 20% в том, что человек, который зайдет на пакет с 5 евро, да, и будет работать по партнерской программе, он все равно сможет активно открывать свои пакеты. То есть у него, да, по партнерской программе уже заложено, да, его рост. То есть компания позаботилась о том, чтобы партнер не стоял на месте, а все время рост, все время двигался дальше. И вот, да, мы можем, грубо говоря, сейчас подходим уже к концу нашей с вами конференции, к концу нашей с вами презентации. Что можно еще выделить? Программа 360. Вот знаете, вот когда общались, да, с лидерами, то есть каждый спикер компании общается непосредственно с руководством, и причем проходит брифинги, да, то есть чтобы доносить информацию грамотно, правильно. И здесь очень классный подход. То есть люди, да, которые занимались данной компанией, они понимают, что сейчас очень много людей, которые используют всевозможные инструменты. Кто-то там лендинги, кто-то на коленке, кто-то профессионально делает там сайты, другие материалы. Компания это все понимает, что профессионалов на рынке много, и как профессионалов в кавычке, так и настоящих профессионалов. У каждого есть свои методики, у каждого есть свои стратегии. Кто-то в соцсетях, кто-то на ютубах, кто-то еще где-то, кто-то там, не знаю, объявления по домам расклеивает. То есть компания понимает и хочет помочь. То есть чтобы была, знаете, как говорится, помощь от самой компании, чтобы не мы заботились о том, мне нужен лендинг, мне нужно закупить там то-то, мне нужно закупить там то-то, отрисовать то-то. Нет, компания полностью обеспечивает всех партнеров необходимым рекламным материалом. Плюс качественный контент для раскрутки и рекрутингов команды, масштабный смм и пиар, плюс соцспецпроект с реальными людьми, которые можно будет посмотреть реально как реалити-шоу. Как человек приходит в компанию, его берут в проект и он развивается, показывает всю его жизнь. То есть реально онлайн-съемка, реально, то есть все это можно будет пронаблюдать. И серьезный инфоповод. К последним инфоповодам можно отнести дату 13 апреля 2017 года, когда руководство компании посетило депутатскую группу по разработке нового законопроекта. То есть это показывает уже уровень серьезности и профессионализм. То есть людей, которые работают здесь, работают с нами и люди просто-напросто пронизаны одной идеей. Дать нам всем классный продукт, дать нам классную возможность. Вот последний слайд, да, дикий-дикий запад. Wild, wild west. То есть показывает нам то, что в данный момент на данной индустрии, на данном рынке сплошной хаос. Чистый хаос и здесь у каждого, здесь у всех, у нас с вами есть колоссальный шанс на успех. То есть вспомним, да, таких людей, как Сергей Брин, Марк Цукерберг, Шон Паркер, ну и многих других миллиардеров. Почему? Да, они, грубо говоря, принесли в рынок свой продукт. И этот продукт реально был востребован. Вспоминайте сразу, да, вот Японию. Вспомните селфи-палку. Японцы придумали ее 20 лет назад. Тогда у них на биске похудели, друзья, вы что, вообще типа с ума сошли? Какие селфи-палки? Какой идиот будет пользоваться вот этой вот ерундой? А сейчас без селфи-палки вы не сходите за парк, на велосипеде не покатаетесь. Ну, не знаю, ни одна поездка, ни один день рождения, ничего не обходится без этих селфи-палок. Да, и этих маленьких камер, губрошек и так далее. Поэтому, давайте, как говорится, историю можно не только читать, но историю можно писать. И время есть сейчас. И вот сейчас я задам вопрос, который хотелось бы задать. То есть, зная вы вот всю конъюнтру рынка, воздребованность данной компании, которая сейчас вот выходит на рынок, вы бы стали ее партнером? Вот просто вы пропустили, мы пропустили, да, биткоин на самом развитии. У нас просто не было такой возможности. Сейчас вы бы стали партнером вот компании PLC Group AG, да, с этой крепкой системой PlatinCoin. То есть, я думаю, что да, вот пошли у нас первые ответы, да. То есть, вот, понимаете, да, разницу между тем, когда вы не знали про биткоин, а здесь у вас и в принципе нужно, рынок пищит рынку, реально, знаете, нужно, нужно вот такая вот компания. И поэтому она, я считаю, просто-напросто вне конкуренции. Она ни с кем не бодается, они пытаются кому-то что-то доказать. Она просто берет и делает, и это реально здорово. Окей, друзья. Теперь, да, давайте вопросы, которые возникли у нас по ходу сегодняшней конференции. В первую очередь, хотелось бы услышать, есть ли вопросы у наших новичков. То есть, тех людей, которые пришли к нам впервые. Может быть, что-то непонятно. Может быть, есть какой-то другой вопрос. И давайте на него сейчас ответим. Ой, Lionel. Я не буду пропускать ваш вопрос в чат, потому что я не знаю тех компаний, о которых вы здесь написали. И, допустим, курс, не курс. Друзья, вот не надо лететь вперед паровоза. Каким будет курс? Ну, вот опять, да, у всех такой вопрос. Мы все видели планы. Да, мы все видим, ожидаем. Вот даже сейчас, да, можно сказать, что супер какой-то ажиотаж на рынке. Рынок реально гудит, рынок реально пищит. Безусловно, конечно, это все толкает, рынок толкает в курс наверх. Возможно ли со своей карты AdvoCash проплатить партнера? Так, Виктор, по поводу карты AdvoCash проплатить партнера со своего кошелька нет. Смотрите, да, поскольку в компании есть верификация, ваши платежные реквизиты, они, естественно, будут засвечены, да, ну, так образно говоря. Поэтому оплата производится с кошелька того партнера, кто зарегистрировался. Так же самое, как и кошелек партнер скачивает на свой компьютер один, да, ни два, ни три, ни десять. Как запрещается регистрировать членов семьи, проживающих по одному адресу. То есть, очень серьезно, да, ни в коем случае не думайте, что здесь все просто так, а вот, наверное, закину и так далее. Нет, это реально серьезный бизнес. Так, друзья, вопрос по верификации. Если я сейчас долго, срочно нахожусь в другом городе и не могу предоставить какие-либо документы о месте проживания, это не будет проблемой верификации, если я дам только данные паспорта. Артем, верификация только с 11 мая. Поэтому, да, сейчас можно не переживать. И в любом случае, да, вас никто не гонит, вас никто не обязывает верифицироваться в первый день. То есть, это абсолютно дело каждого человека. Но те ребята, которые работают по партнерской программе, те, которые строят свою структуру, конечно же, я рекомендую верифицироваться как можно ранее. Фух, тема очень интересная, пересветивная с вами, партнеры. У меня пара вопросов. Бонус быстрого старта выплачивается в течение первого месяца от момента регистрации или от 11 мая после старта продаж? Какие платежки будут на старте и какой процент комиссии по ним? Максим, отвечая на ваш вопрос, для нас с вами, тех людей, которые пройдут верификой регистрацию до 11 мая, данный бонус будет работать от 11 числа, то есть от 11 мая. Для всех остальных ровно 30 дней. Вот он зарегистрировался 15 мая. Получается, 15 июня у него этот бонус заканчивается. По поводу платежек. Только комиссии тех платежных систем, которые ходят согласно тарифам вашего оператора. Поэтому сейчас большинство лидеров рекомендуют использовать платежную систему Advanced Cash. Там нет комиссии за перевод. По платежкам в данный момент верифицированы Payza, Payr, Advanced Cash, Perfect Money, OkPay и Bitcoin. Капитализации на коин нет. А вот Lionel, здесь вопрос. Компания не продает коины ни в коем случае. И вот знаете, как рынок замылили этими криптовалютами, идеей какой-то криптовалютой. Вот не путайте, пожалуйста, PLC Group с криптовалютой. Просто не надо их сравнивать. Какой будет ежедневный доход или вывод денег, насколько легальная компания? Я просто первый раз в это слушаю. Алексей, компания официально легальная, зарегистрирована в Швейцарии, как швейцарское акционерное общество, открытое акционерное общество. Эта информация, конечно же, будет в открытом доступе. Это никто никогда не скрывал и не скрывает. То есть с учредителями, с советом директоров, все эта информация есть. Также информация о активах компании. Она тоже будет присутствовать. И каждый партнер сможет для себя увидеть те суммы, те объемы, тех активов, которые есть. То есть с печатами, с бланками, с пробами, с документами, с сертификатами. Все это непосредственно предоставляется. Фух, если я не развиваюсь в вашей компании и просто купил пакет за 10 тысяч евро, что я имею в дальнейшем? Елена, если вы не видели маржинальность капитализации компании, пересмотрите данную презентацию еще раз. Ограничения на покупку коинов будут? Если я хочу купить 10 пакетов по 10 тысяч евро, я смогу это сделать по очереди? Дмитрий, да, покупать пакеты можно пачками, но на старте продаж компания стратегически принимает решение не пускать, да, все в одни руки, как говорится. То есть задача компании сделать так, чтобы максимальное количество людей купило пакеты с коином по минимальной цене. Регистрацию где можно сделать? Только по партнерской ссылке, берег. Просто так на сайте компании сейчас в данный момент зарегистрироваться нельзя. Вадим, неправильно обвел свою фамилию. Как изменить? У вас есть в личном кабинете формат, вернее, возможность редактировать профиль. Пожалуйста, можете его найти. Так, с чего на монете расти? Лайна, если вы не слушали презентацию, пожалуйста, и пересмотрите. То есть, да, есть отдельный слайд, я долго рассказывал про монетизацию. За счет чего компания монетизирует свои активы, да, за счет чего она расти. Прошла регистрация впервые, люди улетели к другим. Возможно ли ситуацию изменить? Галина, смотрите, вот я, да, в нашем лидерском чате всем своим ребятам рекомендовал почистить куки, почистить кэш. Перед тем, как проходить регистрации. Потому что у некоторых людей регистрационные ссылки уже были, у некоторых их не было. То есть, в таком случае, просто, да, решайте вопрос со спонсором, кто куда, у кого улетели люди, да, либо же в техподдержку. Но, как правило, да, то есть, эти проблемы, они легко решаются. Техподдержка работает на трех языках. Так, русский, английский, немецкий. Так, а как быть, если члены семьи хотят зарегистрироваться, проживают все по одному адресу? Наталья, очень просто. Регистрация параллельна. Только к спонсору. То есть, да, вот есть вы, есть муж, есть сестра, есть брат, все они должны стоять у вас рядышком, да, то есть, под одним спонсором. Ни в коем случае не в структуре. И причем ни в коем случае не третьем, на пятом, на седьмом уровне нет. Верификацию в любом случае не пройдете. А если пройдете, то все, что было после первого аккаунта, оно удалится. Справедливо на старте было урезать не более 10 тысяч монет на человека, то бишь, ты ее верни были. Александр, вот давайте уже перед тем, как будет старт компании, да, тогда уже и будут говорить. Кошелек мы будем скачивать, и когда будем скачивать? Иван, вот, да, сейчас, и только регистрация. Перед тем, как будут продаваться, да, перед датой 11 мая, естественно, будет другая, будет больше информации, и не пропустите. То есть, спонсор, либо же на конференции, либо же на вебинарах вам скажет, когда можно будет скачать, на какой девайс, какой операционной системы. То есть, все это чуточку позже. Покупка в биткоинах Максим по платежным системам, да, все уже ближе к концу приванча, да, вернее, к началу. Приланча к началу 11-го числа. Так, уточните, пожалуйста, я живу с дочкой, и что, ей нельзя участвовать в бизнесе? Людмила, можно, но не в вашей структуре. То есть, только параллельно между, вы должны стать рядом, параллельно. Не прокатывая даже, да, вот мы сейчас говорим с вами простым языком. А если, например, вы регистрируетесь, да, потом под себя ставите какого-нибудь там другого человека абсолютно, потом третьего человека абсолютно, потом дочь, ваша структура на четвертый, на пятый уровень, тут уже все, тут уже, знаете, запрещено. Это политика компании. Игорь, а Украина может участвовать? И какие товары предлагаются продажи, если я в другой стране, то как их приобрести, на какие биржи планируется вывести, пелси? Игорь, давайте, биржи планируется, их ни одна, ни две, да, то есть популярные биржи, которые сейчас есть. Плюс, собственно, дезинализованная биржа, то есть, которая будет даже интереснее, да, чем популярные нынешние. Товары только, понятное дело, да, вы можете сами выступать продавцом, можете сами продавать. Хоть велосипед, хоть корм для собак, что угодно, да, то есть главное быть с нормальным товаром, а не с таблетками, вот, не знаю, от памяти или от жадности. То есть, Украина, конечно же, может участвовать и участвует. Так, для того, чтобы заработать рубли, надо в будущем продавать платинкоины компании, то есть, как получить прибыль? Владимир, вы можете делать с платинкоином все, что угодно, хоть первый день, как только получите их на кошелек, переводить и так далее. Так, Людмила уже ответила на ваш вопрос. Успеет ли монет? Константин старается прилагать все усилия, чтобы купили их по минимальной цене. Двиктор, сайт на русском языке уже есть. Переключитесь, пожалуйста, внизу, в подвале, так называемом, да, есть три языка. Русский, немецкий, английский. То есть, сейчас уже есть возможность переключиться на понятный вам язык. И точно так же техподдержка работает на понятном вам языке. Так, мои сообщения, люди, друзья, запросы на дружбу, как это понять? Да, Ирина, смотрите, вот если вы не видели ролик, да, который могли скидывать лидеры, либо же спонсоры перед регистрацией, сейчас доступно только раздел «Команда». По поводу социальной сети, как можно лайки, да, тратить, как можно социальную сеть заводить, то есть, это, конечно же, да, все будет. То есть, друзья, оно не в первый день. Поэтому это все разделы сайта, да, и вы, в принципе, можете представить, да, себе о том, какие инструментарии он вам открывает. Например, в своей команде вы видите только лишь первый уровень, но каждый человек, да, вы можете постучаться к нему в друзья. Сейчас там функция закрыта, но как только заработает социальная сеть, и вы сможете добавить его в друзья. Абсолютно каждого. На 50-м уровне, на 150-м уровне, то есть, здесь можно работать со всеми партнерами, со всеми людьми. То есть, все это будет чуточку позже, да. Сейчас открылась возможность только регистрироваться, да, вот просто пошли навстречу лидерам, прошли навстречу людям о том, что будем регистрироваться. Так, при покупке отдаем партнеру, не понимаем. Вот песчатка запроса на дружбу, тоже как понять. И это все, да, пилюшки социальной сети. Так, Дмитрий, по поводу вашего вопроса, я вам ответил, что компания предпринимает все усилия для того, чтобы было куплено как можно больше людей по минимальной цене. Как это будет выглядеть, да, сейчас об этом не знает никто. Так, Мирослав, ссылки в чат не пропускаю, ни на какие ресурсы. Если я регистрировался сейчас со старого компьютера, потом можно перейти на одного, конечно, улан можно перейти, с одного компьютера можно регистрироваться несколько раз. Только чистите, да, куки, перед тем, как помогаете регистрироваться вашим партнерам. Я прописана у друзей, могу я их зарегистрировать под себя. Наталья, одна прописка вам не даст возможность работать в компании честно и долго. То есть, за это, да, будут наказывать. Я вижу только свою команду, я не могу видеть свою структуру спонсора. Нет, вы только видите свою первую линию, больше никого. И видите общее количество людей, других ваших партнеров, но не конкретно кого. Хотел привязать номер телефона. Александр, не спешите верифицироваться, не летите вперед паровоза. Вот спонсор должен был вам объяснить о том, что регистрация, это, да, вот до 11 мая. С 11 мая начнется оплата пакетов. То есть, как только начнется, да, оплата пакетов, тогда уже можно будет проводить верификацию. Тогда уже будут доступны другие разделы сайта, да, то есть постепенно будут включаться. То есть, сейчас, да, не стоит лететь вперед паровоза и, да, кричать поспешно, внимание. Так, возможно, пусть дело переключения языка не в подвале, а на крыше, да, в хедере, да, на чердаке. Так, из Казахстана оплата пакетов проводится через что? Через банковские системы, берег банковские системы вам будут позволить работать, когда будет оформлена полностью лицензия. Сейчас озвучиваю, да, я уже озвучил платежную систему, надеюсь, что вы их услышали. При регистрации указывать гражданство. Я имею гражданство российское, но живу в Эстонии. Что указывать при регистрации, Людмила? Ну, вы указываете то гражданство, которое у вас есть. Можно ли регистрироваться с смартфоном или только с ПК? Можно ли зарегистрироваться с смартфоном? Никаких проблем нет. Вы работаете с интернетом, с сайтом. Он абсолютно нормально себя декнура, работает. Так, а вот просил же, да, не надо дублировать вопросы по 10 раз. В каких социальных сетях будет присутствовать платинкоин? Вот как это в каких социальных сетях? То есть, не буду говорить про LinkedIn, да, но сейчас можно сделать... Каждый человек, наверное, уже в любой социальной сети рассказал о том, что сегодня произошло грандиозное событие. Вот, пожалуйста, регистрируйтесь, да, им все супер. Так, Людмила, ваш по поводу регистрации с гражданством, а вам на вопрос ответил. Так, ну что, друзья, я смотрю, что вопросы у нас потихонечку иссякли, потихонечку кончились. Если вопросов больше нет, верификацию проходить? Обязательно проходить, но не сейчас. Спасибо вам за то, что пришли на нашу конференцию. Так, окей, 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 спасибо. Так, мои друзья являются моими родственниками, но у меня и у них одинаковый адрес прописки. Неужели это препятствие для регистрации в мою первую линию? Натали, с таким, знаете, как говорится, с таким вопросом, да, который уже относится к числе бюрократии. Я бы рекомендовал вам обратиться непосредственно к спонсору, либо же в техническую поддержку компании PLC Group на сайте. Да, внизу есть такая кнопочка, как напишите нам, да, то есть суппорт, он работает, он работает на всех языках, да, немецкий, английский, русский. Пожалуйста, то есть вот бюрократические вопросы лучше выяснить уже с поддержкой. Так, когда следующий вебинар? Вебинар следующий. Завтра в 8 часов у нас время, да, стабильное пока. Так, 11 мая будет какое время открытая покупка пакетов примерно. Скажите, пожалуйста, Виктор, давайте доживем до завтра, а потом уже будем думать, что уже у нас будет 11 мая. То есть, вот, пожалуйста, не надо делать поспешных выводов, не надо делать поспешных, знаете, какие-то там предогадок. Это никогда ничему хорошему вас не приведет. Так, сколько уже человек зарегистрировалось примерно? Александр, информация спустя 1 час, да, вот спустя старта регистрации за 1 час зарегистрировалось 3000 человек. Фух, так, друзья, спасибо вам за отзывы. Верификация каким образом? Людмила, верификация проходит по... Да, давайте я сейчас вам скажу вот так, более грамотно. Для прохождения верификации вам потребуется паспорт или иное удостоверение личности, а также адрес регистрации по месту жительства. Члены семьи, проживающие по одному адресу, не могут регистрироваться друг к другу. Их аккаунты должны быть параллельны друг к другу. Вот информация по верификации и по работе с родственниками. Так, друзья, хорошо. Тогда давайте, да, я снял верификацию. Верификация сняла, модерацию. Хотелось бы узнать у наших новичков, в первую очередь, как вы оцениваете нашу сегодняшнюю конференцию, нашу сегодняшнюю встречу. Все ли было понятно, доступно, слайды хорошие, слайды плохие. То есть оценить информацию от 1 до 11. 1 bad, 11 good. То есть 1 плохо, 11 хорошо. То есть это не только мне, но в принципе всем. То есть что у нас люди получили информацию. Может ли выписка из банка быть? Да, выписка из банка, с квитанции, конечно же, может идти как официальный документ, да, то есть пропускается. Good, супер. Так, друзья, вижу, что оценка у нас хорошая. Это реально хорошо. Так, ну что ж, друзья, тогда, да, не буду вас больше задерживать, не буду себя задерживать. У нас сегодня важный день, регистрации состоялись, регистрации идут, все у нас отлично, все у нас хорошо. Приходите завтра, да, приходите, приглашайте своих партнеров завтра. Это отличный инструмент, то, что компания, да, заботится о всех партнерах. Поэтому, что там с камерой у меня уже происходит. Члены семьи с одним адресом под одним спонсором могут работать. Да, могут работать, Ринат, это без проблем. В первой линии максимум 5 человек. То есть, если люди больше 5 готовы зайти, в мои первой линии никак. Оскар, в вашей первой линии не ограничено число людей. Хоть 1554. То есть в этом плане вас никто не ограничивает. То есть 5, откуда цифра 5, я не знаю, взялась откуда цифра 5. Фух, хорошо, друзья, ладненько. Тогда я желаю вам всех благ, удачи, спасибо за то, что посещаете наши конференции. Приходите завтра, будет еще веселее. Говорите об этом всем своим новичкам. Если вы смотрите данную конференцию в записи, пожалуйста, обратитесь к вашему спонсору, к человеку, кто вам дал ссылочку на данное видео. Я желаю вам всех благ, удачи, а я снова заработал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok